Я приветствую вас из своей квартиры, которая находится на солнечном берегу в Болгарии. Переехали мы сюда почти два года назад и постепенно производили какие-то перемены в этой квартире, потому что ее первоначальный вид был вполне пригоден для жизни. И вот настало время для нашей кухни, которая, к сожалению, устарела уже не только морально, а еще и физически. На протяжении выпуска сегодняшнего вы узнаете нюансы, которые могут и вам пригодиться. Ну и в конце, конечно, до и после, потому что уже все готово, все новенькое. Ну а свою старую кухню я показываю для моих новых зрителей, которые не смотрели мои предыдущие выпуски. Сегодня я вам расскажу о втором этапе нашего ремонта. О первом этапе я вам рассказывала, делала видео. Кто не видел, посмотрите. И первое, что я хочу сказать, ребят, если вы будете покупать такую же краску, которую мы там купили, для стен, она хорошая. У меня нет претензий. Но ни в коем случае не красьте, так как мы покрасили вот такие вот виниловые кирпичики у нас тут были, или не знаю, какие они там. Не красьте, они облазят. Именно эта краска на них не держится. У меня знакомая красила другой краской стены, и эти кирпичики у нее держатся. В общем, послушайте моего доброго совета. Я не знаю, что нам сейчас с этим делать. Наверное, они просто постепенно будут вот так вот облазить, а пылесос будет постепенно все это собирать с пола. Свершилось! Сашка мне привез образцы, и наконец-то у него появилось время. И скоро у нас будет с вами новая кухня. Сейчас мне вот из этой надо огромной пачки цветов выбрать, представляете? Это очень интересно, мне кажется. Учитывая то, что я уже взрослая, это не будет так увлекательно, как это было бы лет 20 назад. Это был бы, наверное, оранжевый и какой-нибудь бордовый, скорее всего. А сейчас это будет по-другому. Знаменательное событие. 5 апреля вечер. Мы с Тимуром вышли в теннис поиграть. Позвонил Сашка, сказал, чтобы Тимур ему шел помогать выгружать кухню. Представляете? Вот оно чудо! Сейчас вам покажу, что он там привез. Что это за черный кусок? Я такой не заказывала. Я знаю. Это фартук типа будет такой или что? Ну нет, вообще-то... А, это вот какой кусок, а это что? Это у нас такая кухня будет? Нет. Ты меня не пугай. Это, говорю, просто взял бы и подставишься. А вот она какая будет. В краю видно. Все такое завернутое. Ничего себе. Круто. В общем, пока что мне мой муж показывает картинку просто вот такую. Это наша будущая кухня. У нас сейчас на данный момент нет столешки, нет фартука, нет вытяжки. Завтра мы все это планируем приобрести и тогда уже собирать. Дело в том, что мебельное производство, на котором работает мой Саша, оно в Пругасе находится, не производит столешки и фартуки, а заказывает их у партнеров. Что означает, что нам бы это вышло дороже, чем если мы попытаемся сами где-то это купить. Будем искать. Саша планирует в Салакс ехать сразу. Суббота, выходной день. Прекрасная погода, очень прекрасная. И в такую погоду, конечно, я бы лучше погуляла где-то или на море с мужем повалялась. Но ничего не поделаешь. Едем за фартуком, за столешком, потому что надо собрать кухню. Мы сейчас с вами находимся в юго-западной промышленной зоне города Бургас, магазин Росси. Очень классный интерьер у него, вообще чистенький такой, классный магазин, аккуратный. В общем, тут огромный выбор. Мы зашли так налегке, вышли из машины, всегда ходите с образцами. Хорошо, что мы их с собой взяли, образцы фасадов, потому что вот так вот непонятно. Ты можешь смотреть, хотя бы посмотреть, и только время зря потратишь. Ну, потому что всегда сомнения на каждом этапе. Вроде нравится, а подойдет ли. В общем, хорошо, что мы взяли два образца с собой. Надо примерять и смотреть. Только так, иначе это трата времени не пустая. Тут выбор огромный. И это только один из трех магазинов пока. Тут вот еще один магазин. Тоже очень большой выбор был. Ну, больше, чем в Мастер Хаусе, наверное, даже. И не снимала я там, потому что мы заняты выбором, так сказать. В общем, здесь вот напротив два магазина. И еще мы сейчас пойдем в третий, Салекс. Опять мы пошли без образца, потому что Саша кричал, что здесь ничего не будет. Я же знаю, что будет. Там были варианты, как бы. И немало, между прочим, красивых. Интересное, конечно, занятие, но очень хотелось бы сегодня все-таки что-то привезти домой. Не что-то, а все, что надо. Если честно, мне очень хотелось вернуться в Росси все-таки с образцами уже. Но Саша у нас считался главным в данном мероприятии, и поэтому мы пошли в его любимый Салекс. А потом уже, когда вернулись, Росси был закрыт. Очень рано закрывается, в час, по-моему. Кто меня постоянно смотрит, тот помнит, что здесь единственное место было, где мы нашли материал для того, чтобы сделать кусок кухни, который стиралку закрывает и плиту, на которую мы установили. Но вообще здесь как-то дорого, грустно и долго. Неделю ждать, если ты хочешь, чтобы тебе обрезали, плюс 20% платить за обрезку. Как-то все непонятно, короче. Не знаю, что-то мне обратно в те магазины лучше хочется. Самые дешевые столешки вот в этом магазине. Но выбор небольшой совсем. Когда я уже практически была готова купить столешницу, Саша мне объявил, что нужно срочно ехать за вытяжкой, иначе закроется магазин. Именно сюда нам нужно было ехать, потому что это тоже партнеры с Сашиного места работы, и нам было так выгоднее намного. Это ни в коем случае не реклама, к сожалению, никакая. Это реальные отзывы мои обо всех магазинах, в которых мы с вами сегодня побывали и еще побываем. Так вот, вытяжка, вот она моя была, сейчас вы только что видели. Магазин супер, мне очень понравился. Он небольшую площадь занимает, но там столько много всего классного. В общем, я решила, что когда мы с Сашкой разбогатеем, обязательно сюда вернемся за мойкой и за смесителем крупным. Выбор просто огромный, классный. Пять лет гарантии на вытяжку. В общем, очень мне понравилось обслуживание этого магазина. И вообще классный. Ощущения были супер от посещения этого магазина. В общем, съездили мы за вытяжкой. Прикол, я смотрела эти ПВЦ-панели. По-моему, такие, да. Но потом посчитала в интернете, что их все-таки опасно на кухню ставить, из-за того, что если выше 60 градусов нагреваются, то тогда от них это вредное испарение. Мне так понравилось вот это сочетание. Фотку надо будет ставить. И потом сюда мы приехали в практике и увидели, что есть точно такой же ламинат. А ламинат нам сказали, хорошо можно использовать для кухни на кухне. Вот, видите, есть такой. И сейчас мы будем выбирать. И есть еще. Ну, конечно, тут очень много ламинатов. Выбирали все вместе, включая детей. Спасибо Телеграмму за это. И удивительным образом наше мнение совпали. И совсем скоро вы увидите, на чем мы остановились. Все купили. В итоге мы сэкономили. Так, мы потратили 120 лево на столешку и на фартук. По 60 лево приблизительно за каждое заплатили, потому что поискали и не брали первое попавшееся. Если бы мы покупали в Салаксе, примерно за такой же результат мы бы заплатили 500 лево. Как-то так. Потому что там определенные метры надо брать. Ну, в общем, попадаешь на этих вот метрах нормально так. И здесь, вот в этом докторе Беркмане, извините, если неправильно сказала, там вот мы попросили метр 58 отрезать. Нам ровно столько отрезали, так еще и плюс ко всему ровно столько же и посчитали. Несемся домой, летим кухню собирать. Конечно же, мы понимаем, что такие вещи, как фартук, как работен плод, они должны быть высокого качества, потому что на них больше всего идет и нагревание, и вода, и все прочее. Но, как показывает практика, дорогое, не всегда хорошее, это во-первых. Во-вторых, когда муж мебельщик, в любой момент можно любую деталь любой мебели заменить. Вы будете в курсе. Ну, естественно, вот так выглядит квартира в то время, когда что-то происходит, какие-то переделочки. Смотрите, как сейчас интересно приделывают шкафы. Я не знаю, может, это давно так уже приделывают к стене за такие штуки. Я такое вижу первый раз. Видел до этого, чтобы так шкафы приделывали? Не, мне кажется, у меня просто такие какие-то железки привинчены были на задней стенке, и все. Тут Саша пилит дырки на балконе, чтобы дома не пылить. Пожелаем ему успех. Доброе утро следующего дня. Вот такая несусветная красота меня ждала утром. Саша вчера, бедный, до 12. У нас можно в комплексе до 12 что-то делать. Вот он что-то и делал. Тут, конечно, полки надо будет добавлять. Вот что, значит, с женой не посоветовался, потому что эта кухня намного выше, чем старая. Но смысловой нагрузки это не добавило. То есть нужно будет вот эту полку самую верхнюю отпускать чуть-чуть вниз и туда добавлять еще одну. Иначе смысла нету в увеличении шкафов. Вот что, значит, женой не посоветовался. Ну и тут, конечно же, этот производственный косячок немножко был исправлен, доработал, так сказать. Просто чуть позже таким образом шкаф будет выглядеть. Новый день. Два дня Сашу полсубботы и воскресенье. Я устанавливала кухню. Я гоняла два раза в мастер-хаус. Сейчас, пожалуй, поеду опять. Если в нашем Железаре не будет, придется в мастер-хаус ехать. И поеду я за ручками. Ручки у нас были вот такие. Мне они очень понравились. Саша просто собирал нашему знакомому мебель. И вот, кстати, после той мебели он и сказал, что мы будем покупать только у него, там, где он работает, кухню. Никакой вариант дешевле его не устраивал категорически, просто потому, что он с ними работал. Он знает, что это такое. Что становится с этими ручками после того, как их закручиваешь. Вот, все внутри разламывается. И все. Ну, Саш не дурак. Он знает, какие там шурупы вставлять. Все. Не надо мне писать в комментариях, что не те шурупы вставил. Мебель-то нормальная сама. Вы знаете, кто постоянно меня смотрит, где я это все покупала. Все свои шкафы. Но только для шкафов. Не кровать. Не кухонный гарнитур. Я вам ни в коем случае не советую брать. Ну, хотя нет, конечно, вы как хотите, но, как мой Саша сказал, для шкафов нормально, для тумбочек там, для прихожки даже нормально. Вы знаете, в какой мебельный магазин я все время ездила, кто меня постоянно смотрит. Знаете, о чем я говорю? Ну, кто постоянно не смотрит, добро пожаловать в плейлист «Магазины Болгарии». Там все подробно. Так что сейчас поеду новые ручки покупать. Эти не годятся. Кухня была от этого магазина, от известного, недорогого. И человеку не понравились ручки просто по виду. Он другие покупал. А мне наоборот понравились эти. Он говорит, да забирай. Ну, забрали, но толку нет. Надо все выбросить. Делайте выводы, ребят. Сейчас поедем за новыми ручками. А вчера я еще забыла вам рассказать. Вчера я ездила в мастер-хаус два раза то за розетками, то еще за шлангами. Никогда не знаешь, что тебе понадобится. В общем, это дело непростое, скажу я вам. Сегодня Саша приедет с работы, будет доделывать. Так, ну, в нашем железаре на солнечном есть тут небольшой очень выбор скромный. И они... Черных нет вообще. Мне надо черные, либо темно-серые здесь нету. Ну, поедем в мастер-хаус с вами, значит. Вообще магазин хороший, потому что здесь на маленькой площади очень много всего есть. Мы с вами все еще находимся в магазинчике на солнечном берегу. Такие у нас тут есть вот светильники. Ну, вообще тут есть все в этом магазине, по-моему. В маленьких ассортиментах, но я считаю, что вполне. Для Саши решила снять какие тут светильники. То, что мы думали, может быть, менять на кухне светильник. Но заодно вам покажу. Ну, вот он снаружи, этот магазин. Кому интересно, напротив Веденова. И тут у нас трасса Бругасварна. Ну что, 10 апреля. Среда. И, наконец-то, свершилось. Вот она, моя новая кухня. Мне кажется, она стала выше. Ну, то есть, она реально стала выше. Ну, как будто потолок поднялся из-за этого. Ну, потому что она под самый потолок практически. И она такая, Сашке сказала, она теперь такая длинная и худая, как я прям. Ну, вот такие ручки у нас в итоге. Вот так они выглядят. Вот такой вот фасад я выбрала. Телефон, конечно, немножко по-другому все цвета передает. Я хотела светлый, но абсолютно гладкий. И, ну, я имею в виду рисунок. Без каких-либо... Это довольно-таки опасно брать, знаете. У меня же двое детей. Такой вот цвет, да, выбрала. Вот наш фартук получился. Какой классный, видите. И он такой фактурный. То есть, он неровный, хотя это ламинат считается. Но я не знаю, он неровный. Он вот если ведешь, он такой весь фактурный, классный очень. Я не знаю, как он будет служить. Вы, конечно, будете в курсе. Мы одну пачку купили, так что у нас еще и запасные, если что. Но при монтаже он себя вел вполне нормально. Раковину я оставила, которая была, потому что она меня категорически устраивает. У меня в Латвии была куплена новомодная раковина, которую я замучилась отмывать. Такая бежевенькая вся. Бежевенькая она была ровно первые две недели. Ну, ладно, это все в прошлом. В общем, я не знаю, меня эта раковина вполне устраивает. Оригинальная наша от застройщика оставшаяся. Так, кран этот супер. Очень я им довольна. Мы с вами вместе его покупали когда-то. Если вам интересно, где и когда мы покупали какую технику, да, это все у меня есть в плейлисте магазины Болгарии. Пожалуйста, заходите, смотрите. Так, что еще я хочу сказать. Фартук этот, он бликует по-разному. То есть он то зеленый, то серый, то черный. Но вообще у меня была цель, не светлую кухню, и чтобы она не была привязана к какому-то конкретному цвету. То есть тут и серенькие, серенькие вкрапления есть, и бежевые. И, в общем, еще и от солнца зависит, как оно светит. Микроволновку я оставила тоже. Представляете, этой микроволновке получается 15 лет. Нет, не 15. С девятого года. В общем, какого-то года постройки наш комплекс, вот с этого года наша микроволновка. Больше 10 лет ей точно. И мне очень интересно знать, сколько она проработает. Это первое. Ну, второе, нам сейчас не до смены техники. Решила тут использовать принцип очень любимый болгарами не трогать то, что работает. Вот я ее и не трогаю пока. Ну, и нам сейчас не до этого. У нас еще один большой апгрейд предстоит, самый дорогостоящий. Не знаю, когда мы на него рискнем. Пока, конечно, нет. Пока сейчас надо будет месяца три нам немножко в экономном режиме пожить. Совсем в экономном. Потому что у Саши будут из зарплаты высчитывать за эту кухню. 1800 лево. Очень благодарна подписчикам, которые меня все еще поддерживают. Спасибо вам большое и за спонсорство, и за донат. Пусть у вас прибавится намного-намного больше. Так, что у меня тут? Вытяжка классная. Мне нравится, как все сделано. Вот так вот суперский Сашка. Молодец, конечно. Так, опа. Так. Так, тут можно отключить, чтобы она работала. Я считаю, главной функцией фасадов нравятся хозяйки. А эту функцию эти фасады выполняют вполне. Фартук тоже. Я не хотела, почему, привязываться к какому-то одному цвету, поскольку у нас в комнате кухня. Соответственно, если ты берешь чисто черно-белую, то и все другое тоже захочется чисто черно-белое. А я очень сильно не хотела себя обязывать к этому. Конечно, здесь микроволновка бы лучше новенькая смотрелась. Ну, пока такая. Техника вся эта внизу, которая у нас новая. Естественно, мы ее менять пока не собираемся. Но если вдруг мы захотим сделать стройку, то легко фасады эти сможем заказать, потому что производятся они у Саши на фабрике, то есть у нас в Болгарии тут, в Бургасе. Качество, он сказал, точно будет хорошее. Ну, это МДФ. Вот, гладенькое все. Конечно же, на ощупь очень она приятная. Цвет немножко не такой, как в телефоне. Я вам сразу говорю, тем более, что у вас, где вы смотрите, будет еще, ну, искажение цветовое. Столешка абсолютно нормальная. Я уже и горячее на нее ставила. Несмотря на такую цену смешную совсем, она абсолютно хорошая. Пока что она меня абсолютно устраивает. Ничего на ней не остается. Очень легко убирается, моется. Все супер. Ну, и это, конечно, тоже до ума довели. Вот так вот это сейчас выглядит отделение. Там будут Сашины инструменты важные для будущих переделок наших. Конечно, если бы заказывали мы просто у Саши, там, где он работает, не говорю название специально, потому что у них и так оврал. Если бы мы заказывали как простые клиенты, то, конечно, она бы нам дороже обошлась, точно больше двух тысяч лево. Вообще, изначально я хотела просто фасады поменять. Ну, Саша сказал, что не гоже мебельщику. Просто фасады менять, надо менять все. Конечно, он был прав. Вот так вот получился результат. Сашка молодец. Браво. Еще забыла вам рассказать, что Саша думал, что придется этот менять, но он его перекрутил, другой стороной чуть-чуть поставил, и вон, смотрите, миллиметр в миллиметр. Свободно дверь проходит. Надеюсь, выпуск вам оказался и интересным, и полезным, может быть, даже кому-то. Да не может быть, я уверена, что полезного много в нем. Поддержите меня, пожалуйста, комментарием приятным, прекрасным хотя бы. Потому что, Саше, я буду говорить, что мне этот выпуск было делать труднее в сто раз, чем ему ту кухню установить. Это в любом случае. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok